История в лицах Если не возражаете, начну именно с истории с начала 90-х годов Вы уже председатель комитета Верховного Совета по делам молодежи Казахстан стал независимым Первые годы, наверное, были самыми сложными Безработица, непростая экономическая ситуация Молодежь, наверное, была на взводе И в те непростые годы независимости начинали и вы свою карьеру уже в Республике Казахстан Вспомните, как это все происходило Ну, во-первых, действительно, это был самый большой вызов вообще перед всей нацией Перед всей страной, многоциональным сообществом И взрослым, особенно, поколением Потому что все родились и жили в совсем другой формации казахстанской действительности И вдруг мы стали абсолютно независимым в плане того, что мы все вопросы сами должны были решать И вот первые годы, это были самые тяжелые Самые, я бы сказала, горячие годы, дискуссионные годы Для нас тогда существовал только один авторитет, авторитет Нурсултан Назарбаев Иначе других авторитетов нет Мы друг с другом не только спорили Мы еще доходили до оскорбления После любого заседания Верховного Совета Сессия, когда собиралось 300, почти 60 депутатов со всей страны И когда все, опьяневшие от свободы, говорили все, что они думают Не подыскивая ни слова, ни выражения, ни жесты Поэтому, когда приходила домой, я была как выжатый лимон Потому что человек, я по всей вероятности, эмоциональный И я абсорбировала буквально каждое слово, каждое выступление Каждая новость, по которой мы жили в те годы И вы знаете, у нас было где-то 70 небольших депутатов Как называемые освобожденные депутаты То есть в основном депутаты приезжали с регионов На определенное время, короткое время А мы готовили все проекты, всю повестку дня И поэтому, безусловно, заседания бюро были тоже непростые Мы даже позволяли себе на должность председателя Верховного совета при смене Позволяли себе, каждый из нас совал и предлагал свою кандидатуру И еще потом дальше пиарили эти кандидатуры За них сражались до последнего голосования Поэтому, вы знаете, по языку, по земле, по гербу По всей символике, по гимну Это были дни и ночи, на самом деле, битвы За будущее нашей страны В молодежной среде, какая была обстановка Тогда безработица, наверное, денег не было Напряжение какое-то чувствовалось Могла ли смотреть та молодежь в какое-то будущее? Я думаю, что многие просто сами определяли, как им дальше жить И кинулись, конечно, вся молодежь кинулась заниматься бизнесом Поскольку создали им условия, рыночные условия Хотя это были минимальные по тем временам Это не то, что сегодня Но самое первое накопление капиталов у наших казахстанцев Особенно у молодежной части Это, конечно, были мужественные парни и девушки Которые, на самом деле, поверили в собственные независимые состояния И сами начали определять, чем им дальше заниматься И я всегда горжусь тем, что те молодые ребята Которых я знала, с кем я работала в той формации В той стране, в которой мы родились и жили, и учились Что они первыми стали заниматься частным бизнесом Малым бизнесом, больших тогда бизнесов не было И вот потом, по истечении 5, каждые 5 лет Эта группа уже самодостаточных Самодостаточные слои нашего общества Они сами себя формировали Но хочу, чтобы никто не забывал Что они и ими стали Благодаря тому, что была законодательная база Была государственная политика в стране И был неизменный курс президента Назарбаева Помните, как попали в команду президента? Конечно, я уже должна сказать, что когда я стала депутатом В 90-х годах Уже тот костяк освобожденных депутатов На освобожденной работе, мы так назывались Мы уже формировались как бы Единые команды президента Нашултана Абишевича Назарбаева Потому что я вот только что сказала Что мы практически Просто каждое его выступление Каждая его позиция для нас Была действительно открытием в мир Международное пространство Мировое пространство Поэтому для нас он был и есть авторитетом И во всех смыслах этого слова Первое знакомство с президентом Помните, как состоялось? Ну, я еще узнала президента Когда он был еще премьер-министром Нашего республики Казахстан И тогда, конечно, его смелость Меня поразила Когда президент мне поручил Как будущему секретарю ЦК комсомола Казахстана Молодежная организация Сказала Браганам Савиевна Браганам надо, чтобы молодежь казахской национальности Шла именно в производство В промышленные сферы Не только в сельском хозяйстве бы они оставались Нужно формировать этот класс Вы знаете, президент не стеснялся ведь советоваться Не стеснялся работать в рабочих группах Хотя я не во всех группах работала Но вот по всем конституционным законопроектам Которые тогда рассматривались Президент сам сидел И на рабочих группах И как участник этой рабочей группы Сам черкал, писал, привносил Использует тот опыт и тот пласт его знаний Вообще глобальных тенденций по тем временам Даже не только то, что происходило в действительности в советский период А далеко за пределами той страны В 93-м комитет уже был преобразован в министерство по делам молодежи Знаете, был государственный комитет по делам молодежи И было министерство туризма и спорта И в декабре 93-го года президент своим указом объединил эти два ведомства И создал министерство по делам молодежи, туризма и спорту Я осталась, естественно, свободной от всех обязательств, безработной И тогда президент предложил и назначил меня министром И это была самая тяжелая моя работа в должности министра Практически не имея финансов Мы сумели тогда, может быть сегодня, я думаю, может я не рыночно мыслила Но в мою бытность не был приватизирован ни Медео, ни спортивный комплекс Чимбулак Ни другие спортивные объекты Продолжали работать школы высшего олимпийского резерва Продолжалась у нас работать национальная команда Конечно, все требовало капитального ремонта Все требовало финансирования Но его не было Но мы все равно завоевали неофициальное 12 место в Олимпийских играх В Лили Хамере, зимние Олимпийские игры Владимир Смирнов принес нам золото и серебро нашей стране И мы стали из 180 с чем-то там команд Стали 12-ми по неофициальному зачету Олимпийской команды Это был первый выход И мы все-таки завоевали лицензии Участвовали в спортивных соревнованиях Потому что чемпионата Если бы не было завоеванной лицензии Мы бы не попали на Олимпийские игры В 1996 году вы уходите в отставку Несколько месяцев работаете в качестве сенатора Затем, наверное, кардинально меняете направление в своей карьере Уходите в дипломатическую работу Если я не ошибаюсь, первой стороной Израиль И это был интересный момент Как вы представляли тогда еще, наверное, новую страну Малоизвестную за рубежом? Как это было? И вот когда президент пригласил И предложил Он сам предложил? Да, сам предложил Я была на аудиенции Президент предложил мне должность быть послом Казахстана в государстве Израиль Я тут же согласилась Президент мне сказал Ну, может быть, вам нужно время с семьей посоветоваться Я говорю, нет-нет, я согласна Это был такой Израиль Это был Ближний Восток Это был действительно вызов По отношению к новому человеку в дипломатии Потому что понять все дипломатические, политические вопросы, формы, предложения Как мы любим говорить, дорожная карта по разрешению ближневосточных проблем Тогда еще острая ситуация там очень была Абсолютно Там же интифада была Интифада, невосприятие вообще этого государства Они по всей жизни, в принципе, у них была напряженная ситуация И сегодня она очень напряженная Но по тем временам был процесс интифады Когда был просто террор Террористические формы борьбы за свое собственное я Со стороны палестинской автономии А сегодня можно говорить палестинское государство Поэтому, конечно, для меня это было огромное-огромное вообще испытание Экзамен, тест, в буквальном смысле слова Каждая наша работа, она, безусловно, в любой стране мира У тебя это узнать эту страну И я так узнавала Израиль Нету ни одного города или деревни Где бы я не побывала со своими советниками или дипломатами Где бы мы не устанавливали контакты Где бы мы не искали, что же полезного можно привнести в Казахстан А по тем временам наша главная задача Собрать и приобрести друзей С той стороны нашего нового молодого государства И что можно, какие инвестиции Можно или совместные особенно предприятия Можно создать именно с той страны Где ты находишься послом Помимо всех политических моментов Вы знаете, тогда, когда я первый раз открыла Письмо, да Которое я вручала президенту государства Израиль И там было написано Кто такая Браганыма Итимова Что она представляет страну И представляет меня, пишет президент Вы знаете, мера ответственности такая Вот я на этом, как говорят, на этом слове Или на этом доверии старалась Ни один день не работать так Чтобы я не оправдала доверие Ну уже, наверное, тогда Казахстану Нужно было обозначить свою позицию По Палестино-Израильскому конфликту У нас неизменная позиция была Есть, что на этой территории Израильской, Палестинской территории Имеют право на свое существование Жизнь и развитие два государства Это Израиль и Палестина Вы в 2007-м стали, да Постоянным представителем были назначены Да, я в начале 2007-го года И уже была назначена сенатором Это вторая половина августа 2013-го года И с августа 2013-го года я уже не в дипломатии Я вернулась в парламентарии И это был мой практически третий заход В парламент нашей страны Но 2007-й год непростой, да Был в международной повестке дня Там были и вооруженные, и военные конфликты И революции различные Казахстану приходилось, да Занимать по всем этим вопросам какую-то свою позицию Безусловно, наша позиция Она была определена изначально Первый жест, который, или, да, действие, правильно, наверное, сказать Которое Казахстан сделал для интеграции в мировое пространство Это, конечно, отказ от статуса ядерной державы Закрытие полигона И, вы знаете, международное сообщество это восприняло с удивлением Потому что это было волонтерское наше, да Это было наше волеизлияние нашего народа И главы нашего государства поддержало желание народа И смело это сделал Можете вспомнить, как проходил процесс узнаваемости Казахстана Вот в каких-то мировых кругах Среди населения мира Может быть, там, с начала 90-х годов Когда еще думали, что наша страна Это часть до сих пор Советского Союза И заканчивая, вот, может быть, нашими днями Когда уже от нас исходят какие-то глобальные инициативы Прошу прощения Вы знаете, в любой точке мира Где появляется делегация Казахстана Она, конечно, заявляет о себе Как грамотная Имеющая здоровые амбиции государства Имеющая огромный запас минеральных ресурсов Страна, которая начинает в те годы Правильно распоряжаться своими богатствами И ищет именно инвесторов И желающих не только нам помочь А прежде всего самим тоже заработать Именно в сотрудничестве с нашей страной И экономическая составляющая его Она, конечно, всегда вызывает чувство уважения И чувство интереса Ну, прежде всего, давайте переставим Чувство интереса И, конечно, в этих целях Казахстан с первых дней Открыл все свои экономические ворота Для привлечения инвестиций И это было правильно вывернено Да, мы допускали ошибки Некоторые, конечно, горе от бизнеса Или коммерции Люди нас, безусловно, на нас зарабатывали И ничего для нас не сделали И были такие Но что, путем проб и ошибок Мы тогда ошибались, безусловно, тоже Заключительный вопрос у меня Декабрь месяц для вас лично С какими воспоминаниями связаны Все-таки для Казахстана Очень большое, наверное, символическое Какое значение он имеет? Декабрь месяц С первых дней, практически до нашей независимости Уже обозначен Это желание молодежи Во время декабрьских событий Жить самостоятельной жизнью И протестуя за навязывание Нашей жизнедеятельности извне Это показано И мы свидетели этого начала такого процесса И, конечно, декабрь В современный, в суверенный период Нашего развития Это уже 27 лет практически Это месяц наших концентраций Политических дней и событий Прежде всего, 16 декабря Это день нашей независимости Это то, что Вот была мечта тысячелетия Может быть, казахского народа И мы это имеем И наша задача Вот тех, кто сегодня Создает, создает с первых дней Наши независимости И чтобы эта независимость У нас была веками Тысячелетиями Чтобы она была Незыблемой позицией нашего народа Вот во всех этих смыслах слова Это независимость политическая Это независимость И обозначенность наших границ Это незыблемость нашей территории Это незыблемость нашего продвижения вперед Нашей многонациональной нации И, конечно, развития И чтобы наша независимость Она переросла В устойчивое, стабильное развитие Нашего государства Поэтому 16 декабря Это самое главное политическое событие Нашей страны И всегда Каждый раз Хотя бы в этот день Каждая семья Должна вернуться К началу нашей независимости Обязательно промониторит Как мы начинали это Как мы сегодня живем И какое будущее Мы себе выстраиваем Это наш день И он должен быть И всегда отмечаться И должен быть главным днем Вы знаете В Израиле В день независимости Израиля У них каждая машина Имеет флажок И по несколько флажков Каждый дом Каждая вилла Которая есть Каждый дом Здание Везде вывешиваются Флаги Израиля Мы должны гордиться этим И гордость должна переполнять И быть слезы на глазах От того, что мы это имеем Это вот первое Второе День первого президента Декабрь начинается Первое декабря Это праздник Для того, чтобы Воздать должное Первому президенту нашей страны И еще раз вспомнить С чего начинается Родина И вот первое декабря Мы начинаем Со значимости Главы государства Ельба С первого президента Нашей страны И все этапы Его выборов Перевыборов Ведь же неизменно Народ его избирает Это не просто Конституционная возможность В парламенте избрать Это Ну парламент Это делегирование же Прав человека А здесь сами Должны приходить Отдавать голоса И участвовать И быть сопричастными В доверии В надежде В вере И в незыблемости Его политики Вот поэтому Первое декабря Это должны Должны все понимать И отмечать Этот день С точки зрения Что привнес Наш президент В создании Государства В его преодолении Тяжелых моментов И самых Очень-очень Вплоть граничных До бедности моментов И что он Привносит В дальнейшем Для развития Нашей страны И третье Наверное Такая чисто Семейная Чисто Дружеская Такая Релакс Релакс Праздники Это Новый год Это когда У нас Христиане Католическое Христиане Празднуют Конец Декабря Свой праздник А Ортодоксальные Христиане У нас Начало Января А весь остальной мир Особенно Казахстанцы И все Кто вообще Понимает И живет Этим новым годом Особенно Новым годом У нас же Здесь Невероисповедание Не имеет значения Это Общенациональный Праздник Это хорошая Возможность Декабрь прожить С вдохновением С уверенностью В завтрашнем Дне С Темптейшн Такой С искушением И ожиданием Хороших Событий В декабрьские Дни Спасибо вам большое За интервью Спасибо вам Субтитры